Вот, я вот очень уважаю нейрофизиологов и их исследований. У Андрея Курпатова есть такая штука, он говорит, что чтобы настроиться на творческую волну, мы находимся в постоянном потреблении информации. Чтобы настроиться на творческую волну, чтобы, да, когда мозг потребляет информацию, у нас айфон, телевизор, книжки тут привезли вроде как, да, вот. Вот, разговоры, общения, обмена информационная, чтобы настроиться на творческую волну. Знаете, сколько мозгу нужно переключить со времени, чтобы настроиться на волну, когда изнутри тебя пойдет музыка или поэзия или какая-то ясность, или понимание вот этого, люблю ли я или не люблю этого человека. 21 минута, не меньше. То есть мы воспринимаем, пауза 21 минута, и чтобы проявиться и услышать, не меньше 21 минуты нужно. Но мы живем в информационно засоренном мире. И мир этот приходит все большему хаосу, потому что дофигища идей, концепций, высказываний, и все это выкладывается в YouTube. 21 минута чего? И переключение из потребления информации и включенности. Переключение, чтобы вам на переключение. В то, чтобы слышать себя и проявить творческий поток через слышнее себя. Чтобы вот это информационное потребление и обработка, процесс этот остановить. Отсюда, ну вот это вот сейчас, ну например, люди, которые уезжают на 10 дней на Випассану, они там молчат, они где-то внутри себя практикуют. Ну вот еще, знаете, есть, да, вот это для того, чтобы в конечном итоге услышать себя. Ты взял паузу, ага, то есть вернуться к себе. И как только мы начинаем возвращаться к себе и пытаемся услышать тысячи чужих голосов и неотложных дел. Вот это рефлекторное движение, у меня так может начинаться там, что-то может быть мне что-то написали срочное, ой, надо пойти, все. Все. Как только мы вот с момента утихания, мы ждем этот творческий поток. Наш 21 век информационно перенасыщен кучу идей. И если раньше хотя бы были парадигмы и порядки, ну например, там разводиться нельзя. Такой-то вещь мы называем это иллюзия, это правда, это неправда, это измена, это то, это сё в отношениях, это влюбленность, это любовь. Сейчас слова в первоначальных значениях времен нашего школьного с вами обучения, они размыты, они потеряли основания. Поэтому если ты говоришь люблю, ты говоришь влюблена, ты говоришь ненавижу, ты говоришь хочу, но не знаю, я не понимаю, о чем мы говорим. И договориться о терминах, это не значит прийти к пониманию. Это, но когда мы вот тут глубинно сонастроились, я сонастроен, я желаю тебя слышать. Ты говоришь, я желаю тебя слышать. Потом мы говорим даже не точными словами, но интуитивно мы понимаем о чем. И тогда мы говорим, мы душевно поговорили, душами встретились. И не важно вообще о чем. По большому счету. Да, вот. Но наше воспитание и советское, и это делает ставку на накопление информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!